Сейчас Великобритания переживает острый политический кризис. Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку из-за секс-скандала, вызванного пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции консервативной партии Криса Пинчера. По давлением общественности премьер-министр рассказал, что ему докладывали о фактах домогательств. После признаний Джонсона в отставку подали сразу несколько десятков высокопоставленных членов британского комбина, заявив, что не могут оставаться в правительстве по этическим соображениям. Борис Джонсон – это один из самых амбициозных молодых лидеров британской политики. Последние годы он считался лидером консервативной партии Великобритании, которая имеет большинство в парламенте. И его амбиции, они, конечно, очень серьезные. Но если в прежние годы многое Борису Джонсону прощалось, то вот в период, так сказать, пандемии и в период обострения геополитической обстановки мировой, ну, его поведение, мягко говоря, не удовлетворяет ни консервативную партию, большинство консервативной партии, ни британского избирателя. Многих жителей стран интересуют причины ухода, пожалуй, самого амбициозного политика Великобритании. На данный момент в средствах массовой информации фигурируют две причины отставки Бориса Джонсона. Первая причина связана с периодом пандемии, когда все британцы находились на карантине, было запрещено покидать дома. В то же время премьер-министр, который сам ввел эти ограничения, позволял себе проводить вечеринки. Тогда впервые в истории Великобритании Борис Джонсон сам запросил штраф за нарушение режима карантина. Второй скандал разразился совсем недавно. Джонсон назначил на пост заместителя координатора партии в феврале 2022 года своего коллегу Криса Пинчера, который был замечен в элитном клубе за домогательством к двум мужчинам. Премьер-министр знал о подозрениях в адрес его протеже, но все же счел возможным доверить ему высокую должность. Политика Великобритании, она не столько зависит от конкретного премьер-министра, который находится у власти, сколько от политики этого государства. В настоящее время большинство принадлежит консервативной партии Великобритании. Она имеет большинство в британском парламенте. Но если мы посмотрим на расклад сил в партии консерваторов британских, мы увидим, что подавляющее большинство лидеров этой партии настроены антироссийски. И, собственно говоря, ожидать о том, что какая-то кандидатура появится в рядах этой партии, которая изменит страны по отношению к России, в настоящее время, я думаю, говорит преждевременно, потому что какой-то очевидной кандидатуры там нет. Процедура ухода премьер-министра в Англии достаточно сложная. До того момента, пока не будет подобрана и официально выдвинута кандидатура от правящей партии, действующий премьер-министр будет находиться у власти. В случае с Борисом Джонсоном есть два варианта событий. Первый вариант – это принятие решений на съезде консервативной партии, который намечен на октябрь 2022 года. А это значит, что политик будет находиться у власти до этого времени с пометкой «исполняющие обязанности». Другой вариант – это созыв экстренного съезда консервативной партии, по итогам которого будет выдвинуто лицо на должность премьер-министра. Алина Красильникова, Универ-Ньюс.